Всем привет! Вы на канале LiveCrypto, где я рассказываю про интересные ICO-проекты этого года. Сегодня я хотел бы поговорить про проект, который называется Quantacoin. Данный проект планирует преобразовать банковскую сферу, банковские приложения для того, чтобы сделать те же платежи проще и лучше, удобнее. И как они заявляют, чтобы у вас, условно говоря, ваш банк был в вашем телефоне, и вы могли все необходимые дела сделать, финансовые дела, которые вам необходимо сделать, вы могли сделать. Что хочется сразу сказать про этот проект. У него достаточно неплохо идут сборы, и, как видите, цена токена меняется. С каждым часом, имеется это с каждым периодом, поэтому смотрите, какие сейчас есть основные цены. Вот, как видите, сейчас идет дисконт, но токен у них почему-то вот такая достаточно высокая цена одного токена. Но, видимо, так они решили спланировать свою токеномику. Что еще хочется выделить, что достаточно высокие рейтинги стоят у данного проекта. Вот, с ними можно ознакомиться. Здесь вы найдете достаточно известные рейтинговые сайты. Ну, и в целом, у данного проекта достаточно серьезная команда, и хочется кратко о нем рассказать. Все-таки, что это за проект? Кванта Коин разработал модель следующего поколения для будущего финансовых услуг. Ну, вот, в частности, благодаря... Сама из себя она представляет платформу, которая позволит проводить финансовые операции. Благодаря внедрению технологии в сферу банковских услуг у нас будет возможность расплачиваться криптовалютой. Вот это один из тех моментов, который на самом деле наиболее остро стоит сейчас в, так скажем, криптовалютном сообществе. Это то, что все-таки не так часто можно применить платеж криптовалютой для того, чтобы, например, оплатить какие-то услуги, оплатить какие-то счета и прочее. До сих пор еще это, ну, так скажем, в этом есть проблема. То есть, до сих пор еще все платежи все-таки идут в основном через обычные финансовые деньги. И, соответственно, это все мешает развитию. Также хочется сказать, что поскольку криптовалюта, так скажем, основана на интернет-транзакции, ну, не основана, а использует интернет-транзакции, то, соответственно, как вы видите, достаточно еще большая доля кэш-переводов. То есть, имеется в виду использование реальных денег, поэтому это тоже одна из таких проблем, которые планируется решить, потому что, ну, во-первых, кэш-перевод расплатиться по-русски, потому что не всегда есть, допустим, необходимые терминалы, какие-то всевозможные приложения, которые позволяют вам принимать электронные платежи. Ну, а кэш достаточно прост в обращении, потому он до сих пор еще остается, так скажем, в некоторых странах это основной инструмент, потому что, повторюсь, что его простота, и, в принципе, понятно, что как с ним делать. Но, естественно, это все будет уходить, потому что все-таки доступность интернета растет, доступность всевозможных приложений и платежей растет, ну, и, соответственно, это все гораздо проще нам делать, имея там в руках телефон, вы можете сделать все необходимые платежи. Также вот здесь вот на слайде представлено, чем отличается, допустим, традиционный банк от блокчейн-банка. Как вы видите, здесь и транзакции сколько идут, ну, потому что банки, допустим, банковский перевод действительно занимает достаточно большое время. Ну, и здесь, как бы, есть еще такая вещь, что ваши все-таки деньги находятся под контролем банка. В дизайнерализованной системе все-таки вашими деньгами управляете непосредственно вы. Ну, также здесь еще есть таблица сравнения. Что хочу сказать еще, что как раз-таки вот возможность отправки криптовалюты из любой точки мира будет открыта как раз-таки с помощью такого его проекта, как Quantacoin. И если подводить итог, то можно будет сказать, что вот быстрые переводы из любой точки мира и низкие комиссии при транзакции, которые обещают данный проект, высокая, естественно, безопасность персональных данных, максимальное ускорение обналичивания денежных средств, что особо важно, что платформа Quantacoin будет доступна даже в странах третьего мира, что позволит экономике этих стран развиваться быстрее. Совсем скоро, даже может быть уже, как вы видите, уже есть приложение Quantacoin, которым можно воспользоваться. И благодаря данным приложениям позволит вам совершать покупки с помощью криптовалюты благодаря технологии без контактных платежей, что достаточно важно, потому что будут доступны такие опции, как QTC Beacon, представляет из себя устройство питаемого батареи, либо USB, разъемом, с помощью которого будет излучаться. NFS – это бесконтактная связь, которая поддерживает между двумя устройствами для обмена информацией с терминалом. И QR-код представляет собой информацию, зашифрованную в изображении, которая легко читается с помощью смартфона, ну и, соответственно, с помощью этих действий вы можете проводить непосредственно операции, то есть уже как удобно через NFC, если кто-то сказал, через QR-код, это часто используется при, допустим, платежах криптовалюты, переводах криптовалюты. То есть вот такое приложение уже доступно, оно сейчас, к сожалению, доступно только на Android, поэтому лично я, допустим, у меня нет Android-телефона, не могу что-то сделать. Но если у вас есть Android-телефон, то, пожалуйста, скачивайте и пробуйте, посмотрите, как данный проект допустился. Насколько я знаю, что оно достаточно еще сыровато, но, тем не менее, проект все еще разрабатывается, все еще двигается. Что еще хотелось бы добавить, что у проекта уже, хотя они еще находятся в стадии ICO, но они уже разговаривают с биржами и вот, по крайней мере, ведут плотно переговоры с таким биржами, как BTC, Alpha, Token и X-Rate. Также еще хочется добавить то, что пару слов про ICO, наверное, последнее. Это, как вы видите, цена вообще стартовала с одного доллара, но это, наверное, для ранних инвесторов. ICO будет, точнее, они называют его DTO, это Distributional Token Offering, называется. И, соответственно, оно будет длиться до, прям по 30 апреля 2019 года. И, как вы видите, здесь также представлена информация, сколько будет токенов доступно, ну, и, в принципе, токенов на каждый период. И, как вы видите, вот так вот, как они расписали, то есть будет, условно говоря, 10 месяцев по 28 дней, то есть, условно, 10 периодов. Вот такой вот проект, QuantaCoin называется. Прошу с ним ознакомиться, ссылки будут в описании. Ну, и посмотрите, что за, так называемое, DTO, что это за новинка, так скажем, которая лично этот проект пошел таким путем. Ну, и, соответственно, может быть, данный проект у вас вызовет интерес. Спасибо, что смотрели данное видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok